Хочу есть! Я проголодалась! Что я слышу? Кто-то хочет есть? Шеф-повар всегда придет на помощь! Никто не накормит мою внучку так же вкусно, как родная бабуля! Уже бегу! Сестренка, ты хочешь есть? Я тебя спасу! Я проголодалась! Хочу что-нибудь вкусненькое! Давайте начнем с простого! Приготовьте мне картошку фри! Запросто! Будет сделано! Как раз хотел научиться готовить! Пока все чистят картошку, я лучше приготовлю масло! Его, кстати, много не бывает! Ну что, масло почти закипело! А это значит, что самое время высыпать туда готовые ломтики картошки фри! Нет! Стоять! Ой! Оно брызгается! Горячо! Помогите! Ты что творишь? Из-за тебя нас чуть не обстреляло кипящее масло! Масло нужно лить со всей осторожностью! Тогда картошечка поджарится равномерно! Ничего трудного! Окей! Картошка фри готова! Осталось только немного добавить соуса! Фри! По-моему, это обычная жареная картошка! Вот я приготовила настоящую картошку фри! И это еще не все! Сейчас я из обычной картошки сделаю настоящий деликатес! Мне понадобится бекон, соус... И, конечно же, душистый розмарин! Какой аромат! Да точно! У меня еще не все потеряно! Почему бы не воспользоваться мармеладной картошкой? Говорят, что если макать его в клубничный сироп, то будет еще вкуснее! Окей! Вот это да! Начну пробовать с картошки посередине! Бабуля, это очень вкусно! Ой, фу! Я терпеть не могу розмарин! Простите, госпожа повар, но мне не понравилось! А вот идею с мармеладной картошкой я оценила! Теперь я даже не знаю, кого выбрать победителем! Пусть будет бабушка! Ура! В этот раз задача посложнее! Вам нужно приготовить суши! Каман! Будет сделано! По лучшему рецепту! Суси? Шуси? Да уж, в деревне понятия не имеют о том, что такое суши! Да я сейчас такие суши забабахаю, что вам и не снилось! Обычные суши — это скучно! Другое дело — суши из разных конфеток! А начинкой будут вкуснейшие взбитые сливки, мармеладные глаза и мишки Хариба! Красота! И, конечно, нельзя забывать про шоколадный сироп! Интересно придумал! У меня тоже совсем скоро будут готовы суси! Главное — аккуратно повторять за шеф-поваром! Но пока ничего сложного! Ничего сложного? Вот и посмотрим, какие отвратительные суши у вас получатся! Соус добавлять и я умею! На это вообще особого ума не надо! Как это называется? Авокадо? Самое главное — все скрутить ровно! У вас, бабуля, уж точно не получится! Ну вот, идеальные суши готовы! Какой ужас! Я не думала, что эти ваши суси такие уродливые! Самое время обернуть суши в лосось! Главное — не пожалеть рыбы! Нарезать ее толстенькими кусочками! И нельзя забывать про соевый соус! Рыба, говорите? Хорошо, будет сделано! Готово! Надеюсь, получится вкусно! Ничего себе! У повара, конечно, суши выглядит более привлекательно! Но я придумала оригинальный выход из ситуации! Почему бы просто не приготовить суши из огурца? И вкусно, и полезно! Оу-у-у-у! Верско! Это еще почему! Огурец — идеальная заготовка для суши! В него нужно только побольше риса затолкнуть! Совсем неаппетитно! Погоди, это еще не все! Ну вот, смотрите, какая красота! Это еще что такое? Никогда не видела суши из огурца и риса! Нет уж, эту гадость я даже пробовать не буду! А вот сладкие суши я попробую с удовольствием! Ура! Ого! Вкусно, но совсем не сытно! Остался последний кандидат! Вот они, настоящие суши! И на вид, и на вкус! Госпожа-повар, вы победили! Спасибо, но это было очевидно! Надеюсь, вафлю может приготовить каждый из вас! Я слышал, что начинать нужно с теста! Думаю, с ним у меня проблем не будет! Добавим сахарку для сладости! Немножко перемешаем! Класс! А теперь добавим муку! Ой-ой, кажется, что-то в нос попало! Вот тебе и вафля! Ничего страшного, продолжаем! Ого! Я высыпал целую пачку! Ну, наверное, так и надо! Осталось только хорошенько размешать! Теперь мое готовое тесто нужно заливать в вафельницу! Это будут самые вкусные вафли в жизни моей сестренки! О да! Тесто получилось вкусным! А главное, без яичной скорлупы! Надеюсь, из него получится достойная вафелька! Все добавили сахар, но я-то знаю, что сахар вреден! Так что вместо него я добавлю кабачок! Даже не так! Я сделаю вафлю из кабачка! Мне понадобится натереть его на мелкой терке! Готово! А теперь добавляем яйца! И, конечно же, муку! Хорошенько все перемешиваем! И добавляем зелени для вкуса! Звучит противно! Зато такое тесто гораздо полезнее вашего! Вот теперь его можно и в вафельницу залить! И не забываем засечь время, чтобы вафелька не подгорела! Да, время засечь – это правильная мысль! Ой! А я-то время не засек, и моя вафля сгорела! Горячо-то как! Ну ничего! Ее не очень приятный вид я скрою с помощью взбитых сливок, ягод и шоколадного сиропа! Ну, получилась же красота! А я свои вафельки по традиции полью кленовым сиропом! Кусочек сливочного масла тоже не будет лишним! Какая вкуснятина! А я свои без того полезные вафли украшу полезными травами! Привет! Не терпится попробовать! Начну вот с этой! Ой! Эта вафля какая-то пережаренная! Такое я есть не буду! А это что? Ух! Эти вафли со вкусом травы и кабачка! Ненавижу! А вот это явно что-то вкусное! О да! Именно то, чего я и хотела! Бабушка, ты побеждаешь! Ура! Не зря я так старалась! А теперь я хочу, чтобы вы приготовили для меня картошку фри! Это я люблю! Картошку я жарю частенько! Вещь пока не мешай! Мне нужно почистить картошку! Эй! Рейнбоу! Ты же нам мешаешь! Что? А, простите! Я из-за дрели ничего не слышу! Впредь буду аккуратнее! Ну вот, моя картошка уже почищена! Осталось хорошенько ее нарезать! Нужно постараться, чтобы ломтики выглядели именно как картошка фри! А у меня получилось! Но почему бы не сделать картошку фри разноцветной? Будет и красиво, и оригинально! Браво, Рейнбоу! Ты, как всегда, поражаешь меня своими идеями! А теперь масло! Ну куда же ты столько льешь? Масло нужно лить поменьше! Спасибо за помощь, бабуль! Первая партия уже готова! Нужно только красиво разложить ломтики на тарелке! Вот так! Красота! У меня тоже пришло время жарки! Самое время добавить немного масла! И, конечно, плиту нужно сделать погорячее! А теперь можно и картошечку вывалить! Делать это нужно аккуратно, чтобы не обжечься! Венстей, а можно мне позаимствовать кетчуп? Благодарю! Нет ничего вкуснее картошечки с кетчупом! Спасибо огромное! Ну что, картошка фри готова! Осталось только выложить ее на тарелку! Внучка будет в восторге! А я уже в восторге! Сейчас я покажу, что такое настоящая картошка фри! Весь черный баллончик! Блин! Всегда забываю, что брызгать нужно в другую сторону! Это всего лишь пищевой краситель! Какие же вы трусишки! Но ты правда выглядела жутковато! Ладно! Я все равно покрашу картошку в черный цвет! Вещь! Можешь уносить баллончик! Теперь моя задача это красиво разложить картошку! Я уверена, что именно она победит в этом раунде! Добавлю кетчуп и готово! Как же все красиво! С чего бы начать? Пожалуй, первой будет картошка Уэнстей! Она опять сделала что-то мрачное! Надеюсь, это хотя бы вкусно! Очень! Это настолько вкусно, что я не могу остановиться! Хочу съесть все! Ой, жалко, что она уже закончилась! Ну что ж, самое время попробовать картошку от бабушки! О да! И она тоже нереально вкусная! Вы такие молодцы! Картошку фри я обожаю! Готова есть ее бесконечно! Ну вот, последний ломтик! Ням! Хорошо, что у меня осталась еще третья порция от Рейнбоу! Посмотрим, насколько она вкусная! Очень вкусная! Но еще и очень красивая! Пожалуй, ее я тоже всю съем! Ух, что-то я объелась! Ой, падаю! Мы все победили! Какая же жуткая рука! Привет! В этот раз я хочу бургер! Надеюсь, вы меня не разочаруете! Будет сделано! Легко! Бургеры я не готовила, но думаю, нет ничего сложного! А где нож? Вот он! Уэнсдей, скорее дай-ка его мне! Это не игрушки! Ну что, булочку разрезаю пополам и поджариваю каждую половинку! После этого можно начать готовить котлету! Совершенно неважно, ровная она получится или нет! Главное, чтобы она была действительно вкусной! Переверну, а сверху добавлю сыра! Ну а теперь осталось только собрать бургер и не забыть добавить кетчупа! Ну вот, бургер готов! А мне булка не понадобится! Вещь лови! Ой, кажется, я ее напугала! Я не хотела! Больше никакой сковороды! Ничего страшного! Я приготовлю для Синди свой фирменный сладкий бургер! Она от него точно будет в полном восторге! Вместо булки я буду использовать вкуснейший пончик! А внутрь в первую очередь пойдет белый шоколад! Но это еще не все! Дальше я добавлю немного жидкой конфеты! Стойте, довольно кислый! Но все равно вкусный! Маршмеллоу и мармеладки лишними не будут! А еще я знаю, что Синди обожает клубничный сироп! Ну вот, готово! Там же столько сахара! Это же вредно! Я планирую переплюнуть вас всех и сделать не просто бургер! Это будет бургер в виде головы! Для начала поджариваю котлетку! Использовать я буду, конечно же, черные булочки! Сверху я положу кусочек сыра и нарежу его вот таким вот образом! В верхней булочке я сделаю два отверстия! Вещь! Принеси горчицу! Ну уж нет! Ну ладно, бери! Спасибо! В эти дырочки я капну горчицу! И у меня получится носик! Теперь я сделаю язычок из огурца и верхние зубки из второго кусочка сыра! Еще я добавила помидор и немного кетчупа! Осталось только добавить глаза и готово! Посмотрите, какая жуткая башка! Она готова тут всех сама слопать! Синди, скорее ешь! Ого! Какие крутые бургеры! Ого! Венсди, опять ты меня пугаешь! Но вообще выглядит прикольно! Мармеладные глазки! Обожаю их! Ням-ням-ням! А теперь посмотрим, какой же на вкус сам бургер! Идея сделать его в форме головы просто гениальная! О да! Очень вкусно! Я в восторге! Класс! А теперь посмотрим, что для меня приготовила бабуля! Бабуля, он, конечно, вкусный, но какой-то обычный! Я ждала большего! Ого! Какой красивый бургер приготовила Рейнбоу! Попробую! Вкусно, но он сладкий! А я хотела пообедать! Так, в этом раунде побеждает Уэнсдей! Поздравляю! Наконец-то! В этот раз я хочу пить! Удивите меня коктейлем! Удивлять я умею! Будет сделано! Коктейль? А ну-ка, не мешай мне! Хорошо, внученька! Ну что, как там готовятся эти новомодные коктейли? Видимо, для начала нужно использовать молоко! Но будет лучше, если в нем растопить целую шоколадку! О да! Мой какао-коктейль готов! И подам я его в фирменной кружке! Уверена, Синди будет рада! Она какао обожает! Обычное какао – это скучно! Почему бы не приготовить коктейль по более хитрому рецепту? Для начала мне понадобится плитка белого шоколада! Ой, какой вкусный! Его-то я и растоплю в молоке! Теперь немного сахара, только немного! Конечно! Главное, чтобы было вкусно! Ну а теперь можно добавить немного молока! Да открывайся же! Ой! Чуть-чуть испачкалось! Ну ничего, молоко вкусное, а значит и я вкусная! Так вот, добавляю молоко! А чтобы мой коктейль был ярче, я капну немного пищевого красителя! Так будет гораздо красивее! Да, цвет то, что нужно! Подача у меня тоже будет оригинальная! Вот таким вот образом я украшу баночку! Уверена, Синди оценит! О да, какая же яркая посыпка! И вкусная! Теперь аккуратно перелью свой розовый коктейль! А сверху я добавлю взбитые сливки! Их все любят! Особенно я! Финальный штрих – это маршмеллоу! И, конечно, нельзя забывать про трубочку! Готово! Очень круто! Вэнсдэй осталась только ты! Я тоже сделаю оригинальный коктейль! Во-первых, он будет в крутой кружке в виде черепа! Ее я украшу клубничным сиропом! Это будет выглядеть достаточно зловеще! Только посмотрите, как классно! А внутрь я налью какао, раз Синди его любит! Но сверху тоже украшу взбитыми сливками! Так будет намного интереснее! А еще у меня припасены мармеладки в виде летучих мышей! По-моему, они очень милые! Готово! Вэнсдэй, я начну с твоего коктейля! Выглядит, как всегда, устрашающе! А эти жуткие мармеладки я есть не стану! Ммм, вкусно, но похоже, что это обычное какао! Посмотрим, что приготовила бабуля! У нее самая милая кружка из всех! Попробую! И снова какао! А вот у Рейнбоу коктейль выглядит куда интереснее! Обожаю маршмеллоу! И посыпка такая вкусная! Вау, это настоящий коктейль! Рейнбоу, ты победила! Очень вкусно! Ура! Какая молодец! Подписывайся на Парара! Потому что именно здесь тебя ждут самые интересные и смешные челленджи! Ну а пока-пока и до скорой встречи!